Здравствуйте, уважаемые друзья! Все те, кто только-только начал соблюдать кето-диету и совсем не может разобраться, какие же белки нам можно употреблять. Дело в том, что на эту диету я перешла уже 4 месяца назад в связи со своим новообъявленным сахарным диабетом. Диета и таблетки для диабетиков мне не очень-то подошли. Я хорошенько порылась в интернете, почитала отзывы, а оказывается на кето можно вылечить незапущенный диабет легкой формы. Поэтому я сейчас на этой диете и всем советую, вы не только похудеете, но и приведете в порядок весь свой организм. Так вот, вернемся к нашим белкам. Организм может получать витамины и минералы не только из растений, но и из качественных белков. Давайте начнем с мясных продуктов. Первое, это гусь. Он содержит витамины В3, А, калий, макни, железо и цинк. Поэтому он идеально подходит для кето-диеты. Следующее мясо, это курица. Все ее части, особенно жирные части, конечно же, поедаем ее прямо с кожей. Также содержит витамины В6, калий. Для диеты нам подойдут и утка, и индейка. Только не забывайте, постные части обязательно поджаривать на масле. То же самое касается и кролика, ведь мясо очень бедное на жиры. А у нас именно жировая диета. Кролик содержит витамин В6 и железо. Самым ценным на кетогенной диете является говядина. Любые части. Говядина содержит железо, фосфор, витамин В12 и селен, а также хороший белок. Желательно покупать мясо свободного выгула. Если не получается, то хотя бы приобретать на рынке. Ничем не обработанное, без всяких химических добавок. Стараемся использовать самые жирные части говядины. Прекрасно подходит для диеты говяжий язык. Содержит кучу витаминов. Витамин А, витамин Е, витамин В, фосфор, магний, витамин В12. Идеальным продуктом для вхождения в кетоз являются трубчатые говяжьи кости. Стоят они чуть более 20 рублей за килограмм. Их обязательно промываем несколько раз. Пилим ножовкой по металлу. И варим из них костный бульон в течение 6-12 часов. Употребляем по одному стакану в день. Не менее важны являются говяжья и свиная печень. Содержат все необходимые нам витамины. Витамин В, А, Е, С, Д, калий, железо, фосфор и селен. Следующим по значимости является свинина. Особенно жирная свинина. Содержит все витамины группы В. Очень много витамина Е и железа. Стараемся выбирать самые жирные части. Например, идеально подходят свиные ребрышки. Их можно просто отварить, а можно запечь в духовке или сделать барбекю. Ребрышки получаются шикарными. Это, можно сказать, мое любимое на сегодня блюдо. Сало. Приветствуется на кетогенной диете на ура. На нем можно жарить любую еду и постное мясо. Особенно, если вы не добираете в жирах. Хорошо в ход идет баранина. Выбираем самые жирные кусочки и готовим на ней супы, бульоны. Используем для шашлыка. Естественно, что кетодиета не обойдется и без рыбы. Но выбирать нужно только жирную рыбу и желательно дикую. То есть, не выведенную искусственным путем в водоемах. Подходит вся жирная красная рыба, как в свежем, зажаренном, запеченном и соленом виде. Так и рыба обычная. Лучше всего подходит селедка, так как она является самой жирной. Да и самой бюджетной. В ней очень много омега-3. Рыбу в банках употреблять также разрешается. Выбираем консервы, которые были приготовлены с добавлением масла. Это могут быть шпроты, сардины, килька. В общем, все, что по вашей душе. И, естественно, без добавления томатного соуса. Самыми полезными по наличию белка являются яйца. Они содержат все витамины, особенно желтки. Поэтому употреблять их можно много. До 2-3 штук ежедневно в отварном виде. И тогда добавляем масло или домашний майонез, или жаренными на беконе. Намного сложнее дела обстоят с молочкой. Ее вообще не рекомендуется употреблять при первом месяце кетодиеты. Так как в молочных продуктах очень много лактозы. И в организме она превращается в сахар. Это именно то, с чем мы боремся на кетогенной диете. Но все-таки, если вы решили оставить себе молочку, выбирайте твердые сыры или сыры сычужные с жирностью более 45%. Также допускаются к приему сливки с жирностью 33%. Деревенская густая сметана, пропущенная через сепаратор, 70% жирности. И творог. Творог берем для употребления в пищу от 9 до 18% жирности. И готовим из него кето-запеканки и кето-сырники. А также печем хлеб. Много рецептов уже есть на моем канале. Добро пожаловать! Смотрите плейлист кето-диета и выбирайте что-то для себя полезное. А я желаю вам хорошего здоровья, удачного похудения. Подписывайтесь на канал, смотрите мои другие видео. До новых встреч!